14 лет назад Людмила Жильцова покинула маленький уральский городок Бакал. За это время она стала знаменитой. Но и по прошествии времени она не забыла, где родилась и выросла. Поэтому практически каждый год она приезжает на родину, где ее до сих пор помнят и любят. Людмила Жильцова – выпускница Магнитогорской государственной консерватории, выпускница Академии Ла Скала, сегодня живет в Италии, работает в театрах Италии, Испании, Франции. Она – оперная певица. В течение последнего театрального сезона работала на сцене Наваррского оперного театра. Итальянские критики очень благосклонно относятся к молодой певице из России. В музыкальных журналах они отмечают ее яркую сценичность и тонкое исполнение партий. Я люблю, конечно, петь. Это моя партия, с которой я дебютировала. Это итальянка Валжири, Эльвира, жена Султана. Так как это была моя первая опера, с которой я вообще вышла на сцену именно в итальянском театре, и я считаю ее в моем репертуаре очень удачная партия для меня. А, конечно, для меня из мировой более известной оперного репертуара – это, получается, Джильда из Ригалетта Верди. Очень красивая партия. Для моего именно типа голоса на данный момент. Живет Людмила в центре Милана, в маленькой, но очень уютной квартире. Свободно общается на итальянском языке. Возможности говорить на русском в Италии у нее практически нет. Поэтому, приезжая на родину, она первое время уже испытывает некоторые трудности. Совсем недавно Людмила получила документ на постоянное место жительства в Италии. Теперь у нее двойное гражданство. В моей жизни присутствует танец, потому что я занимаюсь танго, хожу. Это, в принципе, очень популярно сейчас и модно, такое времяпровождение. Поэтому, естественно, у меня моя личная жизнь, встреча с друзьями. И каждодневные, постоянные репетиции с моим пианистом, с которым я учу партии оперные. Их, в принципе, бывает один, бывает два. То есть, это не то, что постоянно. Хотя есть человек, конечно, постоянный пианист, которым я занимаюсь. Вот и... Но бывает, например, когда я учу французские партии, я хожу постоянно еще, занимаюсь человеком над произношением. Хотя вот весь этот год, который был и который прошел, я изучала и обучалась тоже, как, скажем, хобби, не хобби. Но я изучила такие основы, так скажем, несовершенствия, естественно, но и основы немецкого и французского языка. О своей личной жизни Людмила говорить не захотела, но поделилась планами на будущее, в которых есть мечты о семье и детях. Есть огромное желание когда-нибудь спеть в России, еще раз спеть на сцене своей малой родины. Субтитры создавал DimaTorz И я сейчас сказала, что я очень благодарна, что я могу постоянно сюда возвращаться каждый год и возможности с вами общаться. И я очень надеюсь, что в следующий раз, когда я приеду, я бы могла перед вами выступить и показать, как действительно это делается. Я думаю, что это нужно людям. Я надеюсь, что это нужно людям. И вот такое у меня пожелание, что я надеюсь, встречи именно с публикой, естественно. Субтитры создавал DimaTorz